Следующий такт ваших сегодня через порог. Значит, о чём вот эта речь? Значит, речь пойдёт по динамике, то есть кровоснабжению головного мозга, включём не здорового головного мозга, а головного мозга, спитология. Эта тематика, она возникла из сотрудничества с герохирургами и производительической организации. Надо сказать, что те люди, которые здесь предъявлены, они непосредственно по работе делают, чтобы восстановили работу. А так, конечно, в этом проекте участвуют гораздо большие народы. В целом, конечно, далеко до той физической работы, где было 3-3 часа. Мы будем стараться. В чём неприятности сосудистой системы головного мозга? Неприятности могут быть разные, но наиболее часто отличаются в сосуды головного мозга 2 патологии. А не призма, то есть это раздвутие стенки сосуда, которая потом может лопнуть, что придёт к институту формоизменения. Это приобретённая, как правило, патология. И артерийно-венозная парформация. Это когда вместо того, чтобы кровь по артерии распределилась капилляр, а потом собиралась вены, вместо этого артерии срастаются с венами. Это врождённая патология. И вот образуется такой глупочек эффективных, очень нежных сосудов, которые тоже с течением прививаются. Как это называется? АВМ? Это артерио-венозная мальформация. Артерия, то есть мальформация, то есть плохое место, то есть плохо сформированное место. Мальформация. Деформация ещё, но это уже в 10 лет. Как лечат вот эти вещи? И те, и другие стараются исключить их с кровотоком. Но если не рассматривать такие операции, как когда делают эпанасу и черепа, их удаляют, то стараются при специальном хирургическом инструменте подойти по сосудам, и как-то вот эти вот, например, анембризмы, вот эти пузырьки на сосудах, это разбытие, их заполняют специально микроспиральными, здесь кровь движется уже медленнее, трёх сам микроспираль, и транзируются, это хорошо. Ну или, например, вот ставят сюда стенды, такие сенчатые трубочки, которые либо исправляют геометрию, чего опять же будет кровоток в персонал, либо они такие плотные, что просто кровотки почти не фильтруются, и то же самое, они потом затранзируются. Мальформации заполняют, поскольку, да? Транпозы, например, приводят. Не должно быть, всё сделано хорошо, но вот этот тропник, вот там и остаётся вот этой патологии. То есть там он растает? Да, он растает, и там зарастает, и всё хорошо. Но если плохо, да, то литератром по их операции ложит. Но это речь. Мальформацию никаких спиралин запихнуть не удаётся, потому что мальформации из колюндики, колюндики сосудиков сильно из литых состоят, там долю миллиметра, туда ничего запихнуть нельзя, поэтому здесь вот это, как бы рентгеновский снимок, вот это череп, да, просматривается, а вот это до операции, вот это мальформация. И кровь подкрашена просто, специальный контраст, это рентгеновский снимок. Вот, вот видишь, и кровь тут накопилась, а потом вот по этому же сосуду подводят ту-нибудь трубочку, кат ветер, и впрыскивают туда специальный, ну, похоже на термитик, который там остаётся у человека на всю жизнь. И вот эта тоже мальформация заключается из существа. Ну, как бы не то, не то, это не очень здорово, но лечить всё равно приходится, потому что, ну, последствия могут быть очень нехорошими. Ну и даже если они не лопнут, вот эти панологии, всё равно они, анемризм, они имеют тенденцию расти, сдавливают окружающие, такая не можно. Мальформация с течением времени сосудики поверят опыт человека, сколько-то раз леет, становятся всё более хрупкие, и к 30-40 градам, как правило, там около 30% сразу не будет. Так, ну, цель вообще глобальная – это как-то применить математическое моделирование для того, чтобы помочь в этой вот тяжёлой ситуации. Ну, то есть, что для этого нужно? Для этого нужна какая-то информация о том, как кровь влечёт в ответственность вот этой вот информации. Значит, первый кусочек – это мониторинг демодинамических параметров. Значит, в клинике вот Мишалкина, в которой мы сотрудничаем, есть специальный аппарат, вот такой немножко, как видим, просто специальный медицинский стройник, который мы не держим списком. Вот, и к этому аппарату подключается специальный датчик, он довольно длинный, почти два метра длины, вот этот человеческий палец, вот этот датчик, и до кончика этого датчика стоит измеритель давления и скорости. Этот датчик прямо непосредственно во время операции может подвести к кровеносной сосуде патологии и замерять там скорость и давление. Это кроме того полезного во время операции не только с точки зрения сбора данных, а с точки зрения того, насколько хорошо там всё прооперировано, насколько хорошо кровоток остановился, или что там там арбируется и грузировано. Вот, например, опять же, вот это рентгеновсиснимок, это вот датчик, вот у него кончик, вот это вот сосудик чёрненькое, а вот это вот уже заэмболизированная артерийодозная нахломация. Это вот то, что видит хирург во время операции, во время операции хирурга. Стоит около стола, вот у него человек лежит здесь, он все манипуляции производит в районе паховой артерии, поскольку все вот эти трубочки, датчики и всё, мозг оставляется через паховую артерию, через весь организм пропихивает через сосуды с утрами. Вот здесь вот это вот такая рентгеновская кинокамера, которая просвечивает человека, а вот тут вот мониторы, на которых ты вот смотрит и вот манипулирует различными инструментами, что-то в голове делал. Ну, надо сказать, что если говорить о среде, которая там есть, то кровь довольно вязкая, 4 вязкости воды, скорости не сильно большие, это полутора метра, причем полутора метра, это уже патология, то есть это визимо информации, а там порядка 80-90 сантиметров. Давление превышение на атмосферу такое, ну и сосуды сильные двигаться, то есть никакой турбуленции там ничего нет. Ну, в результате измерения получается давление, там системное давление для сравнения, которое снимается очень много передовременной скорости, здесь они красненькие, это просто уже сглаживает. Вот эти данные, они довольно информативны получаются, например, вот тут вот на плоскости скорости давления, эти данные представляют такие как бы циклы, вот синенькая это вязи анебризма, это вязи парформация, парформация отличается вот таким вот носиком, то есть там течение труповое. А вот это в процессе символизации, сначала такая вот была вот эта вот плоскость, штучка. Потом по мере эмболизации давление повышается, скорость партнер. Это перед ноль формацией. Вот это хорошо, что давление повышается, потому что там патологический спрос давления нет. Ну и на данный момент собраны данные из 93 операций, вот тут вот картинка Александра Червиха, Хер написал программу, которая одновременно с операцией показывает вот эти вот штуки. Ну и что нам обращаются киполитами, Червиха. То есть имея некоторый набор, данный достаточно представительный. Какую информацию нещедрует эти графики? Какая информация из них привлекается? Значит, вот как бы вопрос состоит именно в том, чтобы извлечь информацию от полезного. Это просто удобное представление и качественно видно, что, грубо говоря, вот эти вот графики, они различают от мальформацию и аневризму, вот так. И бывает, что в мальформации, да, внутри у нее сидят маленькие аневризмочки, это сразу не видно. Вот так вот на рентгене, да. Значит, когда вы увидите замеры, вот тут вы видите такой вот клювик, вот это вот, то сразу видно, что у нас там аневризмочки есть. Например, такая полезная информация. То есть это как бы дополнительное сведение от этого. Вот. Значит, как? Ну, надо что-то моделировать. Значит, следующая часть, это вот так называется, и линейно-силлятор, как модель динамиконеза. Значит, в чем проблема во всех этих операциях? Во всех этих операциях проблема в осложнениях. Так они очень хорошо умеют делать, но бывает осложнение, что во время операции сразу после нее развиваются сосуды на здоровье происходят. И их необходимо предсказать по-хорошему возможности. Ну, а для этого, если с точки зрения математического моделирования смотреть, надо разработать способ моделировать поведение сосудов во время операции. Причем здесь, в этом разделе, ключевое слово во время операции. Потому что если мы хотим получать какую-то информацию, если мы будем обрабатывать ей, получать, скажем, какой-то прогноз после операции, толку с этого не будет, понятно. Потому что там если что-то порвалось, то можно порвалось, сделать ничего нельзя. Поэтому надо оперативненько во время операции отслеживать некие характеристики, которые характеризуют, что сейчас что-то будет плохое, чтобы хирург не могли подпринять там. Действия какие-то, они многие действия могут подпринять, сейчас очень развитая медицина, они могут там снизить давление быстро у человека, на другие лекарства перейти, но они должны знать, что что-то нехорошо. Вообще говоря, вот эти кровеносные сосуды очень сложно устроены, то есть это вот выстилка эндотелия, дальше идет мышца, которая реагирует на пус и волок и пус и силы, дальше идет такой вот переплетенный волокнами коллагенов, несущий слой, оружие, он похож на садовый шланг, и вот это в разрезе, да, вот это артерия, вот тут выстилка такая, темно-красная, розовая это мышца, вот это вот верхний укрепляющий слой, ну и видно, что если моделировать все-все-все прямо, вот как это ведроупругая задача получается, да, да еще плюс, значит, сопряженная задача гидродинамики, механики, эта механика не линейная, да, плюс еще здесь активные стенки, получается все очень сложно, вот, к тому же мы практически никакой информации о том, как оно там живет, не имеем, потому что эти сосуды, они больные, близко к патологии, как навести себя очень странно, а мы можем измерять только проекцию малоразмерности фазового пространства, скоро сюда выйдет, кстати, и все, да, то есть система очень многомерная, а снимаем мы все не попарим, и вот первый вопрос, вот является это хорошей историей, то есть характеризует ли каком-то, каком-то образом вот эта вот проекция большой-большой маломерно-недомерической системы на всего двумерную плоскость поведение, но оказалось, что характеризует, вот, если давление и скорость разложить таким образом на медленно меняющиеся величины, то есть средняя скорость, среднее давление и амплитуды, и на быстро меняющиеся величины, вот это хуй-бух, скажем, с таких величин, это меняется от минус одного от одного, вот эти две голубенькие, как бы переменные, они у нас меняются медленно, и они считаются по физиологии, что они управляются центральной нейросистемой, а вот эти вот, они меняются быстро, и вот это как раз очень круто, скажем, сокращение мышцы, и там явная система в этом теле не участвует, там именно локально, ну, как бы, в сосуде стоит, целого рода измеритель скорости, которые приводят давление в движение этой мышцы, то есть локальная такая же, локальная динамика является вот этими вот этими быстрыми переменами. Ну вот, например, у нас скорость, давление, дальше мы очень часто используем эту очень удобную плоскость, вот скорость, давление, вот такой вот по циклу. Вот, оказывается, что вот эти быстрые переменные, если мы нарисуем, то, во-первых, они отражают некую динамику заболевания, вот это вот типичная картинка для переносной информации, а вот это типичная картинка для алимпизма, то есть они по форме различаются. Вот. И решили сделать следующее, что поскольку у нас система сложная, мы редукцируем ее какое-то простое, давайте мы не будем, как бы, идти традиционным путем, что вот мы напишем вот систему выравнения гистокса, с отверженным с какой-то упругостью стенки, это будет сложно. Ну и многие влечения там просто неизвестны. Вот. А мы построим максимально простую иммунологическую модель только по экспериментальным дамам. То есть мы не будем делать никаких предположений, кроме вида модели. Вот. И решили, поскольку у нас есть два колебательных процесса, скорость и давление, решили вот использовать в качестве модели вот такое вот просто уравнение второго проекта. Ну почему именно такое уравнение, сколько вот здесь, такие именно нелинейности, да, это как бы способом подбора было сделано, то есть добавляли добавление нелинейности до тех пор, пока оно не начало более-менее хорошо отражать нашу экспериментальность. Вот. И дальше что мы видим? У нас имеется давление, у это нормированное давление, у это нормированная скорость, от нее осуществляется для нелинейности, безразумная, можно сказать, величина. И для того, чтобы нам построить модель вот того места в сосуде, вблизи которого стоит датчик, нам нужно определить вот эти вот АИ, ВИ и К, в бессмертном теории обратных задач. Вот. Оказалось, что это действительно можно сделать. Вот это вот в картинке, это вот черненькое, это клинические данные, а красненькое, это те данные, которые воспроизводят наши уравнения. Видно, что они хорошо накладутся, а могут друг друга. Ну и даже вот здесь вот процесс символизации мальформации подписывается, то есть вот так вот, как неправильная картинка смещается сюда в процессе. Мы идентифицируем уравнение вот в этом положении, а дальше видно, что он работает очень долго. То есть по 5-секундным интервалом мы комплифицировали уравнение, а дальше 15 минут она работает. Хорошо получается. Значит, уравнение имеет. Надо понять, а какую информацию можем извлечь из этого и нашего уравнения. Ну, уравнение не линейное сильно, но мы решили все-таки, что, значит, если мы посмотрим, как мы будем заделывать это уравнение в гармоническом сигналах в правочасти, то мы нету информацию получим. Поскольку не линейное не все, но хотя бы некому. Вот. Ну, у нас была сразу гипотеза, что если вот плотный уравнение будет на гармоническом сигнал более-менее нормально, это, ну, такая простая динамика, здоровый сосуд. А если какой-то нехороший, то это сложный динамик. Ну, в картинке здесь решение этого уравнения, синий – это провлачающее опытуное решение. Такое решение на гармоническом пространство. Ну, опять то же самое, это просто в расширенном базовом пространстве то же самое. Ну, как бы, ну, наверное, такая динамика организму не нужна. Ну, все равно объем большой, всякие разные особенности, поэтому мы, как бы, еще больше сузили тот, так сказать, параметр, который мы рассматриваем. Давайте мы рассматриваем только амплитуду и сдвиг фазы между, значит, правой частью решением уравнения. Ну, поскольку уровень олимейный, то такой амплитуды, как таковой, нету, да, то есть вверх, оно может отклоняться решение больше, чем вниз. Поэтому мы будем рассматривать как минимум решение и максимум. И будем рисовать что-то вроде, значит, аналога диаграмма Найкеста. То есть здесь у нас будут полярные координаты, вот вдоль кривого – это частота правой части, вот. А радиус – это, соответственно, вот отклонение решения вверх и вниз относительно оси, а угол вот этот полярный – это фазовый сбит тоже решение в правой части. То есть это вот амплитудно-фазно-частотная диаграмма, но в нелинейном случае. Вот здесь, вот так говоря, то же самое. Вот. Ну, оказалось, что вблизи таких патологов, которые слабо влияют на кровоток, например, маленькая анемризмочка, слушаешь, в суставе шейки, там просто чуть-чуть просто так вот вертится, почти не влияет на кровоток. Вот у нас вот такие вот диаграммы Найкеста, вот эти получаются, нелинейные. Каждая, значит, парочка синих, красных, кривых соответствует своей амплитуде правой части. Вот. А вблизи гигантской амплитуде, это гигантская амплитуде внутренней сонной артерии. Она очень сильно влияет на кровоток, потому что вот здесь вот эта вот шея не сразу убивается в такую коровушку. Вот. Вот она, эта диаграмма очень хитрого вида. Ну, и здесь, действительно, там, где вот на диаграмме какие-то петляния, ну, и на решение тоже нехорошее поведение, оно не похоже уже на нормальное решение. То есть, можно вообще говоря, имея диаграмму вот такую не обязательно строить решение, достаточно посмотреть, где у нас какие-то вот такие вот нехорошие вещи происходят. И, значит, в таком диапазоне частоты и амплитуд, скорее всего, это опасный диапазон частоты амплитуд. Надо смотреть, чтобы его не было. И было довольно много диаграмм построено. Ну, оказалось, что они перестраиваются в определенном определенном образом по мере того, как мы растим амплитуду правой части. То есть, мы делаем некие классы, всего 5 штук. И этим классом соответствует поведение решения. Причем вот эти мелкие, как бы, особенности, они разные у каждого решения, но общее поведение, оно только правильно. Но, тем не менее, чтобы по кругу построить эту диаграмму май, то есть, оно уже численно решает наш дифферен. Поэтому, а это не хочется делать, потому что, я же повторяю, что все по-хорошему это должно быть в реальном времени. Вот уже, как бы, амплитуды и фазы должны показываться негативно. Вот. Тогда еще более решили упростить ситуацию и, значит, приведили, ну, то есть, стали рискать решения в виде разложения в кусочках ряда фурьер, то есть, метр далёжника, да? Вот. Ну, несколько вариантов попробовали, ну, и вот, оказалось, что даже уже двумерное приближение вот такого вида, то есть, движение решения такого вида дает хорошую информацию, согласующуюся с диаграммами Найклеста или, вот, с поведением решения. Вот. А следующее приближение, оно, как бы, формула сложнее, а качество не сильно отличается. Вот, давай, естественно, потому что здесь тоже есть у нас амплитуды и фазы. Вот. Ну, вот, для двумерного приближения вот такие формулы, связывающие, у нас, знали, параметры правой части и коэффициент уравнения амплитуды из битфазы решения. Ну, вот, у двумерного будут плохие вот. Вот. По вот этим приближениям галерки, если как можно выстроить амплитудочастотные характеристики, вот, у нас, чистота правой части отложена, здесь, вот, у нас, получается амплитуда решения. Каждая линия соответствует своей амплитуде правой части, ну, и видно, что здесь, вот, у нас, получается многоозначность. Вот эти места опасны, почему-то, может, другого переключения просто происходить между различными режимами. Вот, это то же самое фазочастотные. Ну, вот, различные для различных больниц, различные варианты вот этих алкоголитудочастотных характеристик. Вот эта вот опасная зона с возможным переключением, она у многих есть. Вот здесь, вот, более-менее на ручку, глаш, на полицию. Ну, а так устроена фаза частотных характеристик, когда с ростом амплитуды перестраивается. Вот. Потом, что было сделано? Потом мы взяли и сравнили. Вот, у нас есть простые формулы конечные для полученной методом Галеркина для фазовых частотных характеристик решения. Давайте их сравним с вот этими диаграммами Найкерста, которые получены много-многократным решением численными диаграммами на каждом диаграмме Найкерста несколько десятков случаев и оказалось, что несмотря на простоту этого Галеркинского приближения, всего лишь двумерного, вот эта фиолетовая линия это тоже диаграмма Найкерста, построенная по Галеркинскому приближению. Ну, а красный и синий это честные диаграммы Найкерста, которые из уравнения численных решений. Ну, и видно, что здесь получается некий ну, они то есть Галеркинские приближения оттяжены на космос. Ну, и здесь тоже то есть вот эти вот линии тоненькие это Галеркинское приближение, а вот это честно просчитанное решение вот тут у них есть как раз сравнивать, потому что то есть получается, что вот почему мы пришли? Мы пришли, что можно использовать простые конечные формулы, которые по коэффициентам уравнения дают нам характеристику решения. и кроме того сейчас работает с Шиш Лениным значит это специалист по поработанным задачам он написал такую программу, которая по данным, раньше мы идентификацию проводили в пакете Матлап это было долго там несколько минут она проводилась а у него буквально там за десять секунд происходит идентификация без построения коэффициентов когда это нужно создать вместе то будет хорошая вещь. Ну, и вот здесь для чего это может быть полезно вот есть одна пациентка была у нее интерфекционное кровоизлияние а вот это до того как до правоизлияния какие у нее были какие-то что-то карпейские а вот то, что стало резко поэтому имеется надежда что вот резкая перестройка будет видна уже до кровоизлияния или когда только началось потому что когда только кровоизлияние они видят когда мозг достаточно сильно напитался кровью то есть мозг умер тогда они что-то могут сделать а сам момент ну вот такая вот и вторая такая маленький кусочек это математическое моделирование оптимального сценария эмболизация переведется информацией здесь есть у нас аспирант это я это Владимир Викторович специалист по числе методам помогал нам поставить числе метод для решения их уравнения а это вот и Анатолий Эпиденко помогал ну про Эм я уже говорил что это срастание пенциактерии и это плохая патология врожденная и в возрасте 30-40 лет организм тратит пластичность тратит вот эти информации начинают лопнуть ну и вот такая печальная статистика более чем у половины происходит кровоизлияние ну и даже жить с ней тоже не очень хорошо потому что кровь должна была кормить мозг она без толку спевается и никак мозг не порвит ну и как правило такими информациями в зависимости от какой зоне мозг те функции за которые отвечают зону мозга страдают то есть у них поле но при операции опять же существует проблема что непредсказуемый разрыв АВМ во время несколько часов после операции надо по-хорошему разбрасывать сценарии реализации который будет в некотором смысле оптимален объективной рекомендации я ищу откуда чего берется скажу сразу что мы используем вообще АВМ они бывают разные но очень часто распространены АВМ так поэтому можно смоделировать пористые следы а процесс эмболизации полагает моделировать процесс фильтрации двух источников крови и эмболизатор то есть вещества которые заклеивают вот мы рассматриваем пока что простейшие скучи одноверенное приближение то есть АВМ такая улюминицилиндрическая нормальное приближение и поперек МВМ все считается одинаково на пористе тогда известно что в таких ситуациях может свестись уравнение Баклея Рильвета это просто закон сохранения такой но если что здесь интересно здесь вот эта функция закона Рильвета она не выкупе она такая С-образная что дает отличие на газовой динамике это уравнение гиперболическое и сейчас мы посмотрим на функцию Б типичная функция Б это такое сообразное все на концах в некоторых функциях полочки горизонтальные равные ну скорость распространения мало возмущения на правом рисунке Г это концентрация скорость распространения мало возмущения а здесь есть максимум скорости распространения при какой-то концентрации дальше она опять падает на тебя вот и в результате здесь могут возникать разрыни бегущие разрыни причем как понижение концентрации так повышение они могут распадаться частично вот если там не исключение когда чего распадется когда не распадется удобен такой критерий критерий репью рисует фонус а дальше смотрят если скачок скажем отсюда устойчив потому что наклон вот этой штучки на скорость распространения а критерий репью надо взять значение за разрывом провести гипотетические скачки во всех промежуточные точки если все они бегут быстрее то разрывы а скажем если я в 1-4 попытаюсь скакнуть то у меня из 1-4 вот сюда проведенные до точки 2 гипотетические разрывы будут убежать медленнее поэтому эта часть развалится и у нас скачок из 1-4 будет развалиться ударную волну и должна была быть написана краевые условия ну краевые условия такие что в начальный момент у нас все было заполнено кровью розовый символизирует концентрацию крови а краевые условия такие первое в момент времени t равно 0 у нас все заполнено эквализатором а дальше мы поддерживаем количество концентрации крови значит такие задачи оба считаются для этого специальные алгоритмы для этого нам понадобилось полностью стабелька потому что стандартный алгоритм во-первых есть две трудности осцилляции на разрывах но с этим как бы справляется большинство алгоритмов во-вторых надо правильно описывать распад вот этих вот разрывов а с этим мало кто справляется то есть вот здесь модифицировать схему кабарет которая стабелька занимается чтобы она все хорошо и сейчас нормальный расчет теперь посмотрим какие а вот здесь хорошо значит какие у нас сценарии хорошие какие-то плохие во-первых они хорошие с точки зрения результатов когда информация хорошо прилагается в качестве успеха операции считать насколько сечение перекрыт вот здесь у нас сечение перекрыто достаточно здорово потому что сначала была сплошь кровь потом какое-то время подавали а потом подавали имболизат имболизат подаем подаем но передний разрыв распался то есть вот здесь фрон бежит а здесь распад этого разрыва а потом мы не можем всю жизнь подавать имболизат потом мы снизили подать имболизат ну и постепенно его излучили до нуля но поскольку мы снижали не очень сильно то вот задний разрыв не догоняет передний и вот все равно пробка это остается она перекрывает нам и дает вещи а вот это вот неудачная сценария имболизации сначала все делали то же самое подали сначала резко имболизат переписывают все сечения а потом резко его убрали и вот задний фронт вот догоняет передний его съедает вот несмотря на все наши старания вот все получается да в результате вот пробка которая затыкала так вороваться она просто как бы вдоль нее рассосалась и вот тут вот открылось большое сечение через которое это плохо потому что взяты убили вот здесь вот справа это х-той плоскость где у нас характеристики изображены которые есть или не уровни например вот этой вот эспирации с другой стороны с другой стороны информация лупса вопрос я знаю ой-ой-ой-ой так вот так появились так главное я попытаюсь быстро а ладно тогда успеем значит в качестве критерия разрыва была выбрана удельная нагрузка удельная нагрузка это сколько энергии выделяется в днице объемной информации в днице времени это критерии того что это действительно важно для человека он клинически подтвержден что она так себя ведет при 60 процентах клинических датах при 60 процентах она начинает расти и значит когда брали две группы пациентов и одних эмболизировали с учетом удельной нагрузки а других без то оказалось что с учетом удельной нагрузки у них результаты лучше и тогда ставится задача какая-то артимальная эмболизация чтобы максимальное перекрестечение МГМ немножко причем на переднем фронте эмболизация там где она идет значит задний разрыв его не съел в чем степень эмболизации не может быть больше 60 процентов эмболизат не должен дойти до вены это медицинское требование вену не должен попасть и рассматривает только активный период эмболизации что значит что пока хирург подает эмболизат эту информацию эмболизат двигается но эмболизата не ньютоновская жидкость после того как его перестают подавать останавливается схватывается там остается ну подням лучше просто двигаться поэтому надо смотреть только тот период времени пока вот соответственно начальная правая задача ну а тут еще я шутка начальной правой задачи из другого листочка функционал должен быть вот такой S D X D минимум где вот это X со звездочкой это положение переднего разлива делается здесь более простой вот то есть вот такой функционал у нас анимизируется вот такой да из положения переднего разлива это такой терминальный функционал и ограничений у нас есть во-первых эмболизация должна решать всегда 60%, ну это можно смотреть в конечной точке времени в конечной точке времени потому что нарастает она и вот здесь два ограничения эмболизат не должен дойти до вены И вот мы смотрим только те времена, когда у нас мобилизат подаётся. Вот эти два условия надо рассматривать как условия на вот это большое подвижность. Вот это вот условие можно, так сказать, вычислить, исходя из самого вот этого управления же. А вот это вот только решение можно понять. И вот эту штуку тоже можно понять, что это такое значение, только уже имея решение задачи. Так, ну, мы решили, значит, я пролистнул. Мы решили использовать реальные клинические даты реальных пациентов, чтобы построить вот эти функции, которые говорят о кондицаемости нашей информации. То есть три пациента, там они построены. Вот. Ну и решили посмотреть численно на каком-то простом классе функций. Взяли такие условия управления, то есть сначала они вот ноль, то есть тут как бы крови нету, да, сплошь имболизация, потом она линейно до единицы доходит с некоторым наклоном. Ну, а потом всю имболизация прекращается. Ну вот, так. А, нет, работает поползово. Это картинка параметров. Вот тут вот стриг вот этот вот наклон. То есть вот параметры того режима, который мы предыдущие картинки показывали. Красная линия, это левее нее, у нас передний разрыв начинает подгидаться. То есть здесь вот качество имболизации падает. Вот эта серая, а вот черненькая линия, это 60% имболизации. Ниже нее можно работать, выше нельзя. А серенькая, это значит на границе серенькой у нас происходит завершение имболизации. То есть тогда получается, что вот полость оптимальной параметры имболизации, это вот между черной и красной линией. А синяя, это туда вообще нельзя залазить, это значит имболизация имболизация имболизации. То есть здесь целая область. Вот сейчас вот полезет до сюда. Вот это вот область оптимальных параметров имболизации. То есть вот эта как бы граница между черной и красной линией, она выживает по проскости и зашлиховывает нам область тех параметров имболизации, которые мы можем использовать. Ну вот здесь вот более подробно написано вот эта вот область оптимальных параметров имболизации. То там вот черная линия здесь появилась среди этих режимов, тоже режим с переключением. Вот здесь вот режим с переключением. Значит сначала у нас типа с комболизатором были в этом, в расстоянии она только переключилась. Но вот поскольку у нас есть ограничение на степени имболизации, он съедает режим с переключением, которые лежат на вот этой горизонтальной прямой. И здесь уже, значит, такие режимы, ну не с вертикальным, а вот, как у нас так вот. Вот эта вот область бежит-бежит-бежит ответ, зашлиховывает на этой плоскости параметров какую-то область. Ну и в конце концов, скажем, имболизация может достичь вены, когда еще, ну если бы он не достиг вены, то здесь бы еще он могли члены. Ну вот, вот такой вот модель такая предложила. Здесь только начали работать. Ну спасибо, я перебрал верить. Спасибо. Спасибо.